Более 62 миллионов планируется направить из бюджета Сарова на мероприятие по внедрению цифровых решений для платформы «Умный город». Из них 17 миллионов должны пойти непосредственно из городского бюджета. Остальные 45 миллионов – грант за победу в всероссийском конкурсе на лучшую муниципальную практику. Иди деньги Саров выиграл именно за проект «Умный город», но они не целевые. Тратить их на развитие этой платформы по условиям конкурса необязательно. Вступили они, да, как дотация, как деньги свободные. Их можно расходовать на все, что угодно, как я понимаю. В «Умном Сарове» 49 модулей, которыми пользуются городские службы. Но пользуемся мы ими бесплатно. Другие города, купившие продукт, за него заплатили. Чтобы узаконить пользование платформой, модули надо приобрести. Изначально речь шла только о 45 миллионах. В процессе департамент образования обозначил проблему о том, что у них по требованиям безопасности должны оборудоваться все школы и детские сады видеокамерами. Поэтому вот в этих 45 миллионов появилась, естественно, определенная доля, порядка 14 миллионов. Это видеокамеры сначала по школам. Вот там есть сегмент около 10 миллионов. Это видеокамеры по городу. Техническая поддержка обойдется еще в миллион в год. Вся история с «Умным Саровым» весьма туманна. Разрабатывали его прототип «Два Аякса», затем проект перешел к ТКС, акции которого принадлежат муниципалитету. Компания разрабатывала и развивала «Умный город». Сейчас исключительные права на продукт принадлежат АО «РИР». Наш бывший глава администрации Алексей Голубев с октября 2020 года работает в этой компании по направлению «Умный город». Напомним, ранее Алексей Викторович, будучи главой муниципалитета Сарова, неоднократно уезжал в командировки именно на презентацию проекта. Позиционировали его как уникальную саровскую разработку. Видеонаблюдение – это все замечательно. Вопрос, почему компания «РИР», взяв у нас отличный программный продукт, который они так успешно внедряют в другие города и регионы в присутствие, не может за свой собственный счет подарить нам не исключительную лицензию на право пользования ее блоками. Тем более, когда и ТКС занимался разработкой, потом и РИР занимался разработкой. Теперь там глава администрации у нас бывший. Они хотят сюда зайти с концессии города до канала. Это же организация, как и прочее, ведать чайная структура. По мнению Петра Смирнова, в городе много других нерешенных проблем. Внедрение видеонаблюдения не закроет полностью вопрос безопасности в детских учреждениях. Сбор проблем на «Умном Сарове» не сделает наш город чище, светлее и комфортнее в целом. У нас не появятся новые дороги и спортивные площадки. У нас нет денег на то, чтобы асфальт в детских садиках отремонтировать. Хотя мы тут про «Умный Саров» рассуждаем. У нас есть муниципально-бюджетное учреждение «Молодежный центр», которое площадку свою уже, я не знаю, кому-то не сходило, не попросило эту площадку. Уже последняя у них, как говорится, возможность. Бюджетное учреждение, у которого нет денег построить площадку спортивную, для и том числе для детей инвалидов, которые в этом «Молодежном центре» занимаются. И школа номер 5, где-то депутат от школы номер 5, который ходил и говорил, как бы нам эту нашу спортивную площадку в школе сделать. У нас в городе нет денег, чтобы в бюджетных учреждениях построить нормальную инфраструктуру. Этот вопрос депутаты решили обсудить на профильном комитете, запросив техническое задание на закупку модулей и документы, касающиеся разработок, которые в отношении «Умного города» вела ТКС. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.